Проблема с обеспечением школьников учебниками одна из самых обсуждаемых на сегодняшний день в регионе. Родители учеников возмущены тем, что им приходится покупать необходимые книги, в то время как Министерство образования и Республики настоятельно рекомендуют не поддаваться требованиям учителей самостоятельно приобретать учебники. Будут ли школы обеспечены учебными пособиями? Ответ на этот вопрос в следующем сюжете. Возначена, что все книги не выдаются в школе. Что вам сказали в школе? Нам сказали, что нет вообще книг по математике. Я еще здесь стою, а не дорого. Я не согласна покупать дорого. У меня нет возможности. Пусть выдаются в школе все необходимые книги. Чтобы в школе выдавали все книги – несбыточная мечта каждого родителя. Дефицит учебной литературы вызывает большое возмущение в обществе уже на протяжении многих лет. Каждый год в первых числах сентября книжные магазины заполоняют возмущенные родители дагестанских школьников. Английский язык, математика, география. Стоимость каждого учебника доходит до 500 рублей, не говоря о рабочих тетрадях, которые к ним прилагаются. Проблема существенно бьет по карману, поэтому не может оставаться негласным. Сознали купить – покупаем. Пескарик нельзя оставлять. У нас больше выхода нет. Как говорят, так и делаем родители. Нужно все вместе жаловаться и выходить, и что-то предпринимать. Понимаете, все молча все делают. Все боятся портить с учителями, с директорами отношения. Не знаю. Республиканское министерство образования, в свою очередь, призывает не поддаваться на требования учителей приобретать книги. Дескать, ведомство решит эту проблему самостоятельно. В этом году новыми учебниками были обеспечены вторые и седьмые классы. И если с ними проблемы не возникало, то возмущение родителей учеников остальных классов переполняют чашу негодования. Книги получат и ученики с восьмого по одиннадцатый классы, заверяют работники образования. Но когда, если учебный год уже начался? Признаем и извиняемся за доставленные неудобства для старших классов, для восьмых, одиннадцатых классов, потому что на этой связи с большим количеством тиража. Просто невозможно такое количество учебников взять разами распечатать. Просто это очень много учебников. Поэтому они по мере того, как будут выпускаться, они будут в республику поступать. Проблемы с нехваткой учебников в начальных классах быть не должно, – уверяет замглавы ведомства. Если где есть проблемы, то это в старших классах и те временные. По словам замминистра, общественный резонанс вызван родителями, которым не объяснили, когда будут учебники, а попросту отправили на рынок за приобретением книг. В школах же считают немногим иначе. Количество учащихся, скажем, увеличивается из года в год. К примеру, если я вам скажу, что в третьих, четвертых классах полученные были в прошлом, позапрошлые года, скажем, 170 комплектов, а количество учащихся увеличилось до 190. Уже по этим же параллелям. Естественно, конечно, здесь некоторые комплекты учебников недостаточны. Следуя логистической цепочке, министерство книги закупило и передало в школы. В школах пособия донесли до учащихся, и так с первого по седьмой класса. Если где-то и не хватило, то это связано с ежегодным увеличением числа школьников, точное количество которых невозможно предугадать, со скудным бюджетом республики и с боем системы закупки книг. Факторов, влияющих на ситуацию, еще много, но фактом остается одно. Пока проблема не будет решена полностью, а не частично, книжные ларьки с мигом подскакивающими ценами будут процветать. А от бесплатного образования останется одно название.